Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Для этого ролика я специально сделала вот этот тестовый кошелек. Кто внимательно и до конца просмотрит этот ролик, тот сможет получить в подарок к Новому году по 50 монет призм. Кто получит эти подарки, не забудьте написать об этом в комментариях под роликом. По центру вы видите адрес этого кошелька, а в левом углу несколько нулей напротив букв B и P. Это означает, что пока на балансе не появится хотя бы одна монета, парамайнингу нет с чего генерировать новые монеты. А сейчас вы видите, что я уже пополнила этот кошелек 11 декабря 2022 года на 101 монету. И парамайнинг на ваших глазах сразу же начал генерировать в этом кошельке новые монеты с этого баланса. Так как я зашла в этот кошелек не по адресу кошелька, а по парольной фразе, то рядом с адресом появляется значок в виде глазика. Нажимаем на этот глазик. А теперь вот на эту зеленую кнопку «Создать QR-код». Теперь нужно создать пин-код из четырех цифр, чтобы усилить защиту. Повторяем этот пин-код и выходит QR-код от вашего кошелька. Далее выходит полный лист со всеми данными от этого кошелька, которые нужно распечатать на личном принтере. Но этот пин-код не спасет ваши монеты от мошенников, если вы засветите свой распечатанный QR-код в каком-нибудь салоне, где попытаетесь распечатать этот лист. А сейчас мы с вами сделаем второй тестовый кошелек. Для этого переходим на GitHub, где хранятся все ссылки от разработчиков, от программы для EVM, на электронно-платежную систему, разработанную на блокчейн PRISM с ее платежной расчетной единицей криптомонетой PRISM. Ссылку на GitHub вы найдете под любым моим видеороликом о PRISM вот тут в описании и заложите ее в закладке. Нажимаем на любую одну из двух вот этих ссылок «Удобный онлайн-кошелек». Я нажимаю на V1.3 и в открывшейся вкладке «Онлайн-кошелька» нажимаю на слово «Регистрация». Более подробно, как создать кошелек, как правильно хранить парольную фразу, вы можете узнать вот в этом ролике, либо нажимаете вот здесь на кнопку «Еще», и тогда внизу у вас выйдут эпизоды с этого ролика. Либо нажимаете вот здесь на кнопочку, и тогда эти эпизоды будут рядышком с роликом. Ищите здесь. Создаем онлайн-кошелек за одну минуту. Нажимаем и просматриваете, как создать кошелек. А мы копируем ту парольную фразу, которая у нас получилась, и заходим в кошелек по парольной фразе. Войти. Вот наш адрес кошелька. Нажимаем на него, и нам выходят все данные. Не перепутайте. Вот это публичные данные, которые можно отправлять тому человеку, который вам будет переводить монеты. А нажимая на глазик, у вас появляется QR-код от второго тестового кошелька. Это закрытая информация, потому что в этом QR-коде закодирована ваша парольная фраза, которая продублирована еще чуть-чуть ниже. Вот именно здесь вы можете нажать на зеленую кнопку и отсканировать этот QR-код. Этот QR-код удобен тем, что отсканировав его, вы можете вложить его, например, вот в такой футляр и всегда носить с собой, чтобы не хранить парольную фразу ни в телефоне, ни в компьютере. Поэтому QR-коду намного удобнее и быстрее входить в свой кошелек и отправлять монеты в любое время, в любом месте. Конечно же, носить с собой распечатанный QR-код нужно не от основного кошелька, а от того, с которого вы будете дарить монеты и активировать кошельки, создавая структуру под этим своим кошельком. Итак, на телефоне я вывела специально значок входа в кошелек в призм на экран. Нажимаю. Если у вас уже есть распечатанный QR-код, то наводите на него вот так. Нажимаем на глазик «Сгенерировать код». Код от этого кошелька 1, 1, 1, 1. Повторяем. Войти. Сгенерировался QR-код. Мне распечатывать не надо. Я нажимаю «Отмена». На телефоне нажимаю вот на этот значок. Теперь нужно ввести пин-код от входа в этот кошелек. 1, 1, 1, 1. Повторить. И я вошла в этот кошелек. Теперь зайдем во второй тестовый кошелек, с которого вы тоже можете снять 50 монет, которые я сейчас переведу. Копируем парольную фразу. Заходим на GitHub. Открываем удобный онлайн кошелек. Выходим из этого кошелька. Войти по парольной фразе. Ставить. Войти. И мы вошли уже в другой кошелек, на котором на балансе 0. Теперь, чтобы отправить монеты, я нажимаю опять на QR-код. Но уже внутри кошелька, с которого я хочу перевести монеты. Запомните, что публичные данные не открываются, если вы вошли в кошелек с нулевым балансом по адресу кошелька. Для того, чтобы вам активировали кошелек, вам нужно входить только по парольной фразе. Для того, чтобы отправить монеты, также нужно входить в кошелек по парольной фразе или по вашему QR-коду. На компьютере нажимаю на адрес кошелька. И вы видите, я вошла в этот адрес кошелька. Теперь я ввожу 50 монет отправить. И нажимаю на зеленую кнопку. Мне выходит, что с меня возьмут комиссию 0,25. Закрываю здесь на крестик. Вижу, что здесь монеты отправились. А здесь монеты поступили. Вы видите, что с 11 декабря 2022 года по сегодняшний день, 18 декабря, прошло 7 дней. И за это время сгенерировалось 0,01 монет призм. Конечно же, это мизер. Ну и количество монет на кошельке тоже мизерное. Да и структурного баланса под этим кошельком вообще нет. Но даже этот мизер после транзакции на вывод и после подтверждения 10 блоков блокчейна перешли на баланс. И сейчас на балансе мы наблюдаем 50 монет 0,76. А парамайнинг начал генерировать новое количество монет уже с нового баланса. С того же гигдхаб перейдем на парамайнинг калькулятор. Нажимаем калькулятор. Вводим здесь баланс 109 тысяч и поставим 10-ти миллионный структурный баланс. Войдем, опускаемся вниз и смотрим, что вот с такого баланса за 7 дней этот кошелек добыл бы 70 монет. А при гибридном майнинге в холд периоде добыл бы 105 монет. За 365 дней около 50% и за 450 дней, например, до 90%. Ну а сколько держать монет на кошельке, делайте вывод сами. Надеюсь, вы убедились, что переводить таким образом монеты очень легко и быстро. Сейчас, в преддверии вереницы праздников, вы можете дарить подарки монетами призм. Своим близким, особенно тем, кто живет в другом городе или даже в другой стране. По демонстрации экрана в скайпе, вайбере, телеграм или в каких-то соцсетях, где вы общаетесь. Наводя на QR-код публичных данных, предварительно рассказав, конечно же, о преимуществах блокчейна призм. И о том, как создать онлайн кошелек призм. И, конечно же, о правильном хранении парольной фразы от кошелька. Ну а я, последующую неделю, после выхода ролика, каждый день по московскому времени, ровно в 20 часов, буду пополнять эти два кошелька на определенное количество монет. Пин-код от обоих кошельков 4 единицы. Поэтому всем желаю удачи. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. С вами была Валентина Синема-2.